Здравствуйте! Вы смотрите «Диалог». О работе профсоюзных организаций предлагаю поговорить сегодня. Знакомьтесь с нашей гостьей и присоединяйтесь. Жанна Григорьевна Гатальская, заместитель председателя Гомельского областного объединения профсоюзов. В 1998 году окончила Гомельский техникум железнодорожного транспорта. В 2009 году Белорусский государственный университет транспорта по специальности экономика и организации производства. С 1998 по 2012 год работала главным специалистом отдела культуры Гомельского горосполкома. Затем на протяжении трех лет возглавляла организационный отдел Гомельского областного объединения профсоюзов. На нынешней должности с 2015 года. На вопросы, которые касаются деятельности профсоюзов прямо сейчас, можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Сообщение можно отправить в Вайбер. Номер плюс 375-29-340-043-3. Здравствуйте, Жанна Григорьевна. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Федерация профсоюзов Беларуси – самая массовая общественная организация страны и, безусловно, самая социально ответственная. В это непростое время какие задачи взял на себя профсоюз для того, чтобы поддержать трудовые коллективы региона и особенно медицинские коллективы? Ну, наверное, я скажу, что ситуация нынешняя продиктовала и изменения в работе профсоюзных организаций всех уровней. С марта месяца профсоюзные организации перестроили свою работу и отказались от непервостепенных задач. Ну, а именно каких? Это от проведения культурно-массовых, спортивных, туристко-экскурсионной деятельности, мероприятий. И сформировали таким образом кассу взаимопомощи. Сегодня в каждом первичной профсоюзной организации, на каждом предприятии, в учреждении организации есть возможность воспользоваться данной кассой взаимопомощи. Сегодня можно воспользоваться этим правом для членов профсоюзов и на оказание материальной помощи, и на частичное, либо полное возмещение приобретения дорогостоящих лекарств. Оказание материальной помощи. Кто-то, к сожалению, был вынужден на простое, либо на две трети. И работник, член профсоюза обратился в первичную организацию, безусловно, на эти цели окажут помощь. Наши отраслевые обкомы тоже переориентировали свои профсоюзные бюджеты. Сегодня существуют кассы взаимопомощи. При условии, если недостаточно средств, первичная профсоюзная организация, мы с вами понимаем, что каждое предприятие имеет свой профсоюзный бюджет. И если в первичной организации недостаточно средств, можно обратиться в отраслевой профсоюз, либо в районное Гомельское городское объединение профсоюзов. Вот данную работу мы проводим с марта месяца. И сегодня приобретено дезинфицирующих, обеззараживающих средств, средств индивидуальной защиты для трудовых коллективов на сумму почти 700 тысяч рублей. Что касается материальной помощи и средств профсоюзного бюджета, было оказано 500 тысяч рублей, и это порядка охват 8 тысяч человек. Можно выделить, конечно, Гомельскую областную организацию здравоохранения. Это в большей степени они затратили денежные средства на поддержание медицинских работников в своей отрасли. Хочу отметить, что Федерация профсоюзов Беларуси также поддержала Гомельскую область, как и другие области нашей республики. Были приобретены 2000 костюмов. Мы передали их в 9 больниц нашего региона. Халаты, респираторы. Ну и хочу сказать, что мы работаем в этом направлении каждый день. И будем работать до тех пор, сколько будет требовать нынешняя ситуация сегодняшнего времени. Кроме того, был создан специальный фонд страхования медицинских работников, которые переболели COVID-19. Как расходуются эти средства? Да, действительно, страховой фонд создан при Белорусском профсоюзе республиканского значения. И если медицинский работник, выполняя свои профессиональные, должностные обязанности, контактировал с заболевшим коронавирусной инфекцией и получил таким образом заболевание, ему будет оказана материальная поддержка. Необходимо оформить соответствующие документы, передать их в Республиканский профсоюз здравоохранения. И есть выплаты компенсационного характера от 500 рублей до 5000. Сегодня 38 работников медицинских учреждений получили данную поддержку, ну а в денежном выражении это составило 40 тысяч рублей. Есть наступление случаев, когда работник медицинских учреждений, не контактируя с больным, но получил все же, к сожалению, это коронавирусное заболевание, коронавирусную инфекцию. Сегодня тоже есть возможность обратиться в первичную профсоюзную организацию, предоставить определенные документы. Ну и таких работников сегодня по Гомельской области 102 работника, которые получили медицинскую поддержку, ну языком цифр, это 20 тысяч рублей была оказана такая поддержка. Самое главное, чтобы люди выздоровели, чтобы это не оставило какого-то следа, каких-то последствий для их здоровья. Да, ну и пользуясь случаем, конечно, без исключения, и все жители города Гомель и Гомельской области, и вообще наша вся республика безмерно благодарны медицинским работникам. И, конечно, хотелось бы пожелать здоровья, терпения, и чтобы это в скором времени все закончилось обязательно. А приходилось ли каким-то предприятиям вносить изменения в свои коллективные договора в это время в связи с тем, чтобы дать возможность уйти на удаленную работу сотрудникам, либо дать кому-то внеочередные отпуска? Вы знаете, Ольга, конечно, мы организовывали мониторинг, мы мониторили коллективные договора, и есть предприятия, сегодня промышленности, железнодорожные предприятия, легкой промышленности, которые с учетом данной ситуации приостановили отдельные выплаты по коллективным договорам. Ну, например, какие? У нас есть социальные гарантии, это была оказана материальная помощь на оздоровление. Она приостановлена сегодня, и я бы хотела, чтобы тоже трудовые коллективы понимали, что коронавирусные, карантинные мероприятия – это временная мера, и наниматели должны тоже своевременно реагировать на данную ситуацию. Ну, если вот говорить, какие выплаты были отменены, это на рождение ребенка, на вступление в брак, на оздоровление. Вот предприятия, например, Речица-Древ, Речицкий райжилкумхоз. Хочу сказать, выразить слова огромной благодарности нанимателям, несмотря на такую непростую нынешнюю экономическую ситуацию, для предприятий различных форм собственности. Ведь действительно сегодня тяжело нанимать или в большинстве своем сохранили социальные годы для своих работников. Ну, и тем самым обеспечили, конечно, стабильность в трудовых коллективах. Жанна Григорьевна, а если это желание самого работника, эту ситуацию каким-то образом для себя, вот, изменить ее условия, не ходить в офис, если это позволяет ему его занятость, а находиться дома? Вы знаете, что, конечно, и работники, и мы с вами тоже все принимаем во внимание все рекомендации Министерства здравоохранения Республики Беларусь, что сегодня, если, ну, к сожалению, повышенная температура, мы сообщаем об этом своему нанимателю, и нет никаких воспрепятствий о том, что ты не выходи, выполняя свой профессиональный долг. Сегодня очень распространенная получила удаленная форма работы. Ну, мы с вами тоже прекрасно понимаем, что не все профессии могут быть, попадать под удаленную форму. Но сегодня нет никаких препятствий написать заявление на имя нанимателя о том, что предоставит такое право, а нанимателю путем своей резолюции выразить, то есть волеизъявление. Да, сегодня работают на удаленной форме работы. Да, сегодня есть предприятия, которые, к сожалению, и мы имеют вынуждены простой, частичную, либо неполную занятость. Ну, предприятия, такие гиганты, как Белорусский металлургический завод, даже испытывают определенные сложности, и порядка тысячи человек были направлены в отпуск без сохранения заработной платы, либо с частичным ее сохранением. Но, опять-таки, мы говорим об определенном периоде. Это вынужденная мера. Сегодня есть работники, которые трудовые отпуска свои попросили перенести, и наниматели не воспрепятствовали этому. То есть достигли обе стороны соглашения. Если был трудовой отпуск запланирован, предположим, на ноябрь или декабрь, то его благополучно перенесли, и воспользовались этим правом работники и в марте, и в апреле, и в мае. Поэтому я полагаю о том, что сегодня и работники, и наниматели находят контакт между собой, воспрепятствий нет. Но, опять, мы проводим мониторинги таких случаев, либо телефонных обращений, звонков не наблюдалось. Не звонили, не спрашивали, да, что не разрешили кому-то удаленно работать? Вы знаете, звонки участились. Участились. Почему? Потому что, опять, мы выбираем для себя ограниченные меры консультирования. И более такого разъяснительного характера. А как перейти? А какое у меня есть преимущественное право? А когда наниматель в трудовой отпуск отправляет выплаты материальной помощи и так далее? Поэтому консультационного. В этой связи, конечно, у нас востребована правовая помощь. Да, мы еще об этом позже подробно поговорим. А сейчас вот о чем. Солидарность. Это, наверное, то слово, которое характеризует деятельность профсоюзов уже более ста лет. И как раз к солидарности призывал глава федерации Михаил Орда и говорил о том, что сегодня ее нужно проявлять в том, чтобы вместе работать, вот в этих условиях справляться со сложной эпидемической ситуацией, объединять усилия. Вот оценивая ситуацию в целом, как вы думаете, удается ли это белорусам быть солидарными, объединять усилия, помогать друг другу, а не спорить? Представляете, Ольга, вот на 1 мая вот этого года, 2020 года, мы отменили все праздничные мероприятия. Мы действительно проявили такую профсоюзную солидарность, отказались от массовых мероприятий, хотя всегда это праздник трудящихся. Это площадки, местом встречи, трудовых коллективах. И мы объединили усилия. И роль профсоюзных организаций, объединившись. Когда нас с вами один, единица, а что может сделать один человек? А когда объединившись, саккумулировав денежные средства, саккумулировав свои трудовые силы, их нужно направить на одно общее дело. Вот объединившись, мы продолжаем это дело делать. Да, в этом и цель работы профсоюзных организаций. Мы должны объединять и вместе справляться со всеми сложностями и проблемами. Спасибо, Жанна Григорьевна. Пока предлагаю ненадолго прерваться и посмотреть сюжет. Эпид-ситуация внесла свои коррективы в работу практически всех организаций, в том числе общественных. Профсоюзный комитет акционерного общества «Гомсельмаш» не исключение. В последнее время к традиционным функциям первички добавилась еще одна. Профилактика коронавирусной инфекции. Собрать комбайн дистанционно невозможно, а поэтому необходимо предпринимать защитные меры. На предприятии принимаются значительные шаги и усилия для того, чтобы смягчить ситуацию с коронавирусом. В связи с этим приобретаются средства индивидуальной защиты, в виде масок которых приобретено более 70 тысяч единиц. Также приобретаются антисептики, дезинфицирующие средства и термометры, которыми происходит проверка входящих на предприятие о наличии температурного состояния. Кроме этого, у профсоюзного комитета имеется возможность через своих представителей, общественных инспекторов, председателей цеховых комитетов контролировать приказы, выходящие в данном направлении. В частности, это производство своевременной уборки, протирка всех имеющихся контакт дверей, ручек и так далее. Еще одно направление работы профсоюзного комитета «Гомсельмаша» – избирательная кампания. Выборы должны состояться. Это главная цель. За кого голосовать каждый решает сам, однако прийти на избирательные участки, правком и цеховые комитеты активно призывают уже сейчас. Считаю, что каждый гражданин Республики Беларусь, которому небезразлична судьба нашей республики, должен отдать свой голос, сходить проголосовать за будущее, за процветание нашей страны. Назвать одно самое главное направление деятельности профсоюзного комитета «Гомсельмаша» невозможно в принципе. Важно все – и защита прав работников, и оказание помощи нуждающимся. Уже почти 18 лет правком предприятия материально поддерживает деятельность созданного в акционерном обществе волонтерского отряда «Открытые сердца». Несколько раз в год волонтеры собирают на свои акции детей с ограниченными физическими возможностями. Или, как сейчас, когда проводить такие мероприятия не позволяет эпидемическая ситуация, приходят к ним домой. С профсоюзами мы активно общаемся, сотрудничаем. И, в принципе, профсоюзы по возможности, финансовой возможности всегда оказывают помощь нашему отряду. Все можно решить, любой вопрос можно решить в положительную сторону. Обеспеченность работой и достойная заработная плата. И для администрации любого предприятия, и для местного профсоюзного комитета это всегда приоритетное направление. Востребованность продукции «Гомсельмаша» имеет ярко выраженный сезонный характер, а поэтому благоприятную ситуацию необходимо использовать максимально эффективно. Сегодня проблем с загрузкой в акционерном обществе не испытывают. Более того, если еще в том году сборку десяти комбайнов в смену считали очень неплохим результатом, то сейчас это количество необходимо увеличить как минимум в полтора раза. И еще несколько красноречивых цифр. За пять месяцев этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого, экспорт «Гомсельмаша» увеличился на 44%, рентабельность почти на 4% при одновременном снижении уровня затрат на изготовление продукции. На июнь месяц у нас установлен и доведен план более 440 машин изготовить, отгрузить. Основные – это наши традиционные рынки сбыта. Это Республика Беларусь, Российская Федерация, Казахстан. Несколько машин – это Армения. И конец июня намечена отгрузка страны африканского континента. То есть под сегодняшние объемы производства достаточное количество персонала. А в отдельных случаях основных производственных рабочих их сегодня не хватает. У нас открыты вакансии по станочным профессиям, шлифовщик, фрезеровщик, токарь. То есть работа есть, люди работают. По режиму рабочего времени, холдингу «Мсельмаш», также с учетом сезонности нашей техники мы скорректировали производственный календарь. Буквально две субботы рабочие уже запланированы на июнь, три рабочие субботы планируются в июле, в том числе и август. То есть это говорит о том, что работа есть, люди имеют возможность заработать, и это хорошо. Мы продолжаем диалог в прямом эфире. Говорим сегодня о работе профсоюзных организаций. Жанна Григорьевна, сильная первичка на «Мсельмаш», да, профсоюзная? Мне очень понравился сюжет. Показали работу, реальную работу профсоюзных, председателя профсоюзной организации. Это же «Мсельмаш», это же гигант. Когда закупаются все дезинфицирующие средства, обеззараживающие средства, средства индивидуальной защиты. И хочу я сказать, что у нас существует прямая линия, «Горячая линия», и работники предприятий. Мы же не сразу с вами своевременно среагировали. Нам нужно было тоже привыкнуть о том, что мы живем в этой эпидемиологической ситуации. И уже сегодня, приходя на рабочее место, нужно и руки выбрать, и свое рабочее место. И звонят, и говорят, если вдруг они отсутствуют. Но опять-таки здесь на постоянном контроле находятся у профсоюзных организаций, и наниматели с профсоюзным комитетом работают в тесном тандеме, и не возникает таких вопросов. Я в начале нашей программы называла суммы, на которые приобретены 700 тысяч рублей. Это достаточно большие суммы, на которые приобретаются вот эти средства индивидуальной защиты, обеззараживающие, дезинфицирующие средства. Ну и о том, что есть загрузка мощностей. Это очень радо о том, что работники обеспечены работниками, работой нанимателей выплачивают своевременно выплату заработной платы. И, конечно, хотелось бы, чтобы эта ситуация улучшалась. И предприятия, которые сегодня испытывают затруднения, это наши общепит, они вышли, туристические фирмы, конечно, на загрузку, на объемы. Да, ну это объективные сложности, объективные проблемы, с которыми, конечно, сейчас справиться тяжело. Но, как было в сюжете сказано, что назвать одно, самое главное какое-то направление работы профсоюзов невозможно. Это действительно очень обширная сфера ответственности. И зарплата, и условия труда, и безопасность на рабочем месте. И даже культурная и спортивная жизнь, которая сейчас, конечно, уже несколько притихла, но это временно, я уверена. Очень много, но какие позиции мониторит объединение профсоюзов, потому что быть в курсе всего все равно же не получится. Даже несмотря на то, что сегодня мы принимаем во внимание и живем в этой эпидситуации, проводится мониторинг. И посредством коммуникационных информационных технологий сегодня позволяет владеть информацией, оперативно получать информацию, оперативно управлять данной ситуацией и своевременно реагировать на те или иные проблемы, которые возникают и в трудовых коллективах. Сегодня продолжен мониторинг и по выплате заработной платы. Мы на постоянной основе мониторим предприятия и районы, где не выплачена заработная плата. Если такие имеются факты, в тесном тандеме работаем и с департаментом по труду, выдается рекомендация. На постоянной основе мы проводим мониторинг по охране труда. То, что мы видели в сюжете, частный бизнес к этой теме очень хорошо присоединился. Мы отслеживаем и частный сектор экономики. Сегодня мы проводим мониторинг цен. Особенно, помните, когда только в марте месяце, вот, наверное, на пике мы находились, и очень многие были рекомендации с различных совершенно источников. И имбирь помогает, и лимон помогает. И мы 86 наименований продуктов питания, которые мы с вами обычно потребляем, мы мониторили цены. Да, в отдельных регионах наблюдались о том, что и лимон, и имбирь, и где-то картофель имеет цену завышенную в отношении аналогичного периода прошлого года. Вы знаете, что у нас заключено соглашение о взаимном сотрудничестве между Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Мы готовим аналитическую записку и своевременно представляемся в Федерацию про Союзу Беларусь, обрабатываются данные и уже представляются в правительство. Ну и принимаются определенные меры реагирования на то, чтобы это были доступные товары, адекватно заработной плате. Сейчас ситуация эта спокойная, то есть никакого ажиотажа, никакой спекуляции на товарах первой необходимости. Вы знаете что, мы мониторили даже и сети, и отдельный магазин на предмет запаса, сколько же есть продукции. И гречки. И гречка есть, и соль есть, и крупа есть. Все есть, причем и такие отдаленные регионы. Все есть в доступе. Наверное, вы знаете, каждый человек порождает сам. Сам? Что вот этот ажиотаж? Ну, я не знаю. Сама не запасаясь, наши коллеги проводили мониторинг. Ну и необоснованного какого-то завышения цены. Обоснованного роста, либо завышения цен тоже не наблюдалось. Спасибо большое. Вы, кстати, по охране труда, ну, наверное, еще попозже об этом поговорим, потому что тоже ведь мобильные группы не выходят на предприятие сейчас. Нет, не выходят на предприятие. Но опять, если, к сожалению, произошел какой-то несчастный случай, смертельный случай, и требует участия в расследовании несчастных случаев наших общественных инспекторов, конечно, предостерегая себя, учитывая все меры безопасности, мы уходим в трудовые коллективы. Если есть, ну, какие-то предметы разговора, которые нужно выехать и в Мозырь, и в Ходники, и так далее, конечно, мы выйдем и совместно будем участвовать либо в расследовании, либо работать на предупреждении какой-то ситуации. Потому что нет ничего ценнее, чем здоровая и безопасность работника. Человек ушел на работу здоровым, ну и должен, нам логично, вернуться домой с работой. Ну, а наниматель обязан создать здоровые и безопасные труда, условия труда для работников. Безусловно. И мы к этой теме еще вернемся. Я хотела бы напомнить, что мы работаем в прямом эфире 340-043. Номер телефона. Если вы хотите задать вопрос Жанне Гатальской, то, пожалуйста, еще у вас есть такая возможность. Может быть, хотите о чем-то сообщить. Не стесняйтесь, звоните нам или пишите. 340-043-3. Жанна Григорьевна, те изменения, которые вступили в силу в Трудовом кодексе в этом году, которые были призваны сделать трудящихся, наиболее защищенными. На ваш взгляд, работают ли они действительно уже? Видите ли вы эффект от их применения? Ну, я хочу напомнить и телезрителям, в том числе, что по инициативе Федерации профсоюзов Беларуси было внесено 40 изменений в действующий трудовой кодекс. Сегодня мониторится практика применения данной статьи. Особенно мы мониторим практику применения. Это продление контрактов с добросовестными работниками. Вы знаете, что новая форма. Если работник не имеет дисциплинарных взысканий, его труд считается добросовестным, и продление контракта существует на максимальный срок. Сегодня введено такое понятие, как одинокий родитель. Ранее это только было женщина. Сегодня, к сожалению, так получается, что есть отцы, которые воспитывают детей, и они имеют определенные гарантии. Сегодня пересмотрена мера в отношении штрафа, который налагается на предприятия, на учреждения. Но, признаться честно, наниматели, когда получали такой штраф на организацию, они же искали прямую или косвенную вину работника. Сегодня такой нормы нет. Поэтому вот эти все изменения мы мониторим и отслеживаем, как они действуют на практике. То же самое касается распространения 365-й статьи Трудовой кодекса Республики Беларусь. Проводится очень много обучающих семинаров. Есть мнения юристов, в том числе, которые такие спорные, противоречивые. Но это все новое, поэтому с этим нужно тоже пожить. Да, профсоюзные правовые приемы – одна из наиболее эффективных, на мой взгляд, форм работы с обращениями людей, возможности их проконсультировать, ответить на вопрос, просветить в каких-то вопросах. В этом году, конечно, в силу эпидемической ситуации, приемы максимально заменили телефонными горячими линиями. Какие вопросы сейчас актуальны? Вот вы говорили, что есть и специфические, связанные с пандемией COVID-19. В основном они касаются защитных средств и условий работы. Ну, что еще? Что еще озвучивается? Одна из наших уставных целей, который действительно востребован, – это правовая помощь. И правовую помощь мы сегодня готовы предоставить под ключ. От консультирования до представления интересов человека труда в суде. Конечно, да, мы ограничили немножко, но опять консультирование по телефону, оно осталось. У нас есть телефон профсоюзного доверия, вы его тоже очень широко анонсировали, спасибо за это большое. Он имел форму работы во вторник и в пятницу. Сегодня он на постоянной основе. И пользуясь случаем, 329-085 – это телефон профсоюзного доверия, куда можно позвонить, проконсультироваться, рассказать свою ситуацию и получить консультацию. Также вы можете воспользоваться приложением Viber. Активно мы представлены сегодня в социальных сетях. И, естественно, есть вопросы, которые мы задаваемы, и мы на постоянной основе с нашими юристами, придерживаясь отраслевой принадлежности, даем разъяснительные ответы. Сегодня, вот я говорила тоже уже в начале эфира о том, что у нас обращения граждан, они имеют, ну, если с аналогичным периодом, возросло. Почему? Расценивают это как степень доверия к нашей организации. Ну и опять-таки люди выбирают для себя дистанционную форму. Кто-то может позвонить, получить разъяснительный характер, ну, а кто-то более детально изложит данное обращение и в соответствии с законом обращения граждан мы, естественно, даем ответ. Очень востребована на нашем портале 1профбай юридическая консультация. И даже несмотря на то, что профсоюзные приемы, они сегодня ограничены, они все по консультационному характеру, путем телефонного звонка, таких уже приемов у нас состоялось 110, проконсультировано 365 граждан. Ну, если говорить с какими проблемами, либо вот взять за 100%, то несмотря на то, что мы повышаем постоянно правовую грамотность, нарушения связаны с нарушением трудового законодательства Республики Беларусь, ну и консультации приходится на именно вот эти нормы, на именно нормы трудового законодательства. Ну, а жизнь подсказывает, с какой проблемой нужно проконсультироваться. Ну, может быть, она не столько проблема, а получить консультацию и уже избежать и предложить для своего трудового коллектива, как ее решить. Жанна Григорьевна, приведите пример, пожалуйста. Ну вот, с чем приходилось сталкиваться вашим специалистам? Буквально на прошлой неделе у нас состоялся профсоюзный прием. Востребованы были три вопроса. Удаленная форма работы, кто может быть на нее переведен, предоставлением отпуска, увольнение, либо это, то есть вынужденное увольнение. Ну, опять-таки, скажу, при нашем мониторинге мы не встретились с такой проблемой, либо с таким знаком, сигналом, как вынужденное сокращение. Вынужденное сокращение. Если предприятие, ну, ими уже, как бы, зашло там в стадию, где уже больше деятельность прекращена, вынужденное сокращение, то тогда с буквы закона. Наниматель предоставляет один день свободной от работы, где человек может найти какую-то работу, и предлагается нанимателю переобучить работника с целью того, чтобы он мог быть переориентирован и, естественно, востребован на рынке труда. А восстанавливать человека на работе приходилось, если считать, что незаконно, незаслуженно его уволили? Да, за этот период у нас восстановлено уже три незаконно уволенных работника. Работает наше областное соглашение, и работники промышленности восстановлены вот за этот небольшой период. Вот если человек уже обращается к специалисту за помощью, значит, его конфликт действительно зашел так далеко, что на месте уже самому с ним не справиться и не разобраться. Помогаете наладить эти отношения между работником и нанимателем, чтобы ни у кого все-таки камня за пазухой не осталось, и каких-то обид, потому что даже расстаться можно по-разному? Вы правильно отметили. Мы вообще профсоюзы нацелены на социальный диалог, на решение досудебных вопросов, чтобы наниматель услышал работника, и вот этим проводником выступает между работником профсоюзный лидер. И там, где есть понимание авторитет профсоюзного лидера, там, безусловно, наниматель прислушивается. И мы настроены на мирное, на конструктивный диалог между нанимателем и работником. Ну, возникает, к сожалению, где наниматель занимает категорическую позицию в отношении работников. Ну и тогда, в общем, представляем интересы человека труда в суде. Ну, я думаю, что когда специалисты областного объединения профсоюзов звонят, приходят, да, и ведут этот разговор уже непосредственно с представителями руководства предприятия, то тут уже не откажешь. Наверное, вот я верю, что прислушиваются. Вы знаете, что мы очень много, я считаю, предшествующую пятилетку работали в информационном пространстве. Потому что профсоюзные организации, не всегда работники знают, куда можно обратиться, да, к сожалению, имеют место быть такие факты. Поэтому все, что происходит в коллективе, это и спортивно-массовая, и культурная работа, и работа с ветеранами очень нужна и важна. Но наша защитная, наша уставная цель – это защита трудовых прав. И работник должен знать, что если его право нарушено, первым делом, куда он может прийти, это проконсультироваться. Но председатель правкома должен занять позицию работника. Мы на это нацеливаем, наши профсоюзы. Да, поддержать, помочь этот диалог организовать. Но помимо правовой защиты, среди приоритетов профсоюзов это создание, поддержание безопасных условий труда. Человек отправляется на работу и, конечно же, живым и здоровым должен с нее вернуться. Как сейчас обстоят у нас дела? Насколько я знаю, что этот год не очень благополучный. У нас есть рост производственного травматизма. Вы знаете что? Мы с вами все люди, которые работают на производстве, в своих учреждениях и организациях. И бывает то, что мы порой сами пренебрегаем своей собственной безопасностью. Вы говорите абсолютно верно. Сегодня у нас создан мощный институт из общественных инспекторов. Это должны быть помощники нанимателю тоже в первую очередь. Нужно не нарушать определенную инструкцию. А если видит кто-то в цеху, нарушает эту инструкцию, нужно остановить. Ну и прежде всего самому показывать, как не нарушать. И сегодня, к сожалению, да, наниматели создают и здоровые, и безопасные условия труда. Но травматизм растет. В каких сферах в этом году случаи с чем связаны? Строители, агропромышленный комплекс. Это всегда риск очень высокий. И несмотря на то, что проводятся профилактические мероприятия, человеческий фактор, я бы, наверное, назвала человеческий фактор, который подвергается травматизму. Сами пострадавшие виноваты? Ну, по-разному. По-разному есть. Определяется вина. Но вот вы знаете, что по вине работника тоже много чего случается. Но, как правило, всегда кто-то же пренебрегает, да? Ну, той же инструкцией. Либо сам работник пренебрегает правилами безопасности на своем рабочем месте, либо наниматель об этом не позаботился и не создал такие условия, где у человека не было бы возможности травмироваться. Бывают по-разному. Конечно, бывают по-разному. Но еще раз хотелось бы обратить внимание всех работников. Нет ничего ценнее нашей жизни. И если по инструкции нужно положено делать там в перчатках, когда ты в диэлектрических работаешь под напряжением, не нужно надеяться на русская войска, что я так делал вчера и так смогу сегодня. Ну, и тоже, насколько я знаю, что страдают в основном не начинающие, не молодые специалисты, которые как раз-таки еще всего боятся. Да, притупилось вот этого чувства. Да, а очень опытные люди, у которых чувство опасности притупилось, потому что они это сотни раз делали. Все проходило. Все было хорошо. Да. Что является причиной несчастных случаев? То есть это что? Это какие-то такие просто сами по себе опасные условия? Это работа с электрическим напряжением, работа на высоте? Нарушение элементарных технических условий, нарушение элементарных требований противопожарной безопасности, нарушение элементарных условий по охране труда. Как должен поступать общественный инспектор, видя такое? Ну, первое, подавать сам хороший пример о том, что так нельзя делать и нацеливать своего товарища, и остановить. Сегодня общественные инспекторы нацелены выдавать предписание. Предписание о том, что этого делать нельзя. Либо выдавать предписание, либо рекомендации нанимателю о том, что в каком-то там цеху есть определенные нарушения, либо оборудование не работает, и его нужно приостановить, несмотря на то, что выпуск продукции должен быть именно сегодня, именно здесь. Это человеческая жизнь. Спасибо огромное. Есть телефонный звонок на связи у нас. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Я хотел бы задать вопрос. Рассматривается ли вопрос о возвращении пенсии по вредности для тех, кто до 2009 года не выработал половину вредного стажа? Или у нас нет вредных уже условий труда, и все вредники должны идти на пенсию со всеми вместе. Нужно ли что-то уточнить, Жанна Григорьевна? Вы знаете, что для того, чтобы... Спасибо за вопрос. Для того, чтобы более полно и детально разобраться, мне необходимо знать ваше место работы, ваш стаж. И я предлагаю оставить контактный номер телефона, и специалисты, правовая и техническая инспекция с вами свяжутся и проконсультируют вас по вашему вопросу. Спасибо, что позвонили. Спасибо. Сейчас просто уже совсем немного времени у нас остается. Вы оставили, насколько я знаю, ваши координаты-редактор. Ждите. С вами свяжутся специалисты объединения профсоюзов и помогут вам разобраться. Спасибо большое, потому что для многих людей, кто работал в таких условиях, вопрос актуальный. Жанна Григорьевна, есть вопросы, которые накопились у нас на нашем портале Вайбер. Давайте перейдем к ним. Актуальный для меня в следующем году вопрос. Может ли учитель посреди года взять часть отпуска в счет летнего отпуска? Интересуется, наверное, педагог. Ну, насколько я знаю, как ребенок учителей, как человек, отработавший в школе, не приветствуется очень такая ситуация. Это мало кому позволяет. Работники образования, ну, если касаются наших учреждений образования, это календарный учебный год, а потом 56 календарных дней. И, конечно, так организован процесс, что наниматели ориентируют своих педагогических работников на именно отпуск в летний период. Но, я думаю, с учетом каждой индивидуальной ситуации можно разобраться и найти понимание. Но здесь, в общем-то, нормы-то действуют те же, что и для любых других отраслей. Разрешено делить отпуск на три части и в любое время их брать. Там есть условие, что одна из этих частей... Часть должна быть не менее 14 календарных дней. Да. Спасибо большое. Кто из работников может получить матпомощь в связи со сложившейся эпидситуацией? Только ли те, кто как-то столкнулся с этим заболеванием? Вот в продолжение темы, которую мы с вами уже поднимали. Хочу акцентировать внимание, потому что у нас очень много поступает звонков, обращений на данный вид помощи, на оказание, на предоставление. Я в начале эфира говорила о том, что члены профсоюза – это работники предприятий и учреждений, которые являются членами профсоюза. Если они попали в жизненную, затруднительную ситуацию, если необходима материальная помощь на лечение, если необходима просто материальная помощь, потому что, ну, это, к сожалению, бывает о том, что и кто-то потерял там кормильцы или еще какой-то причинный фактор. Поэтому каждое сегодня заявление, опять напомню о том, что у нас отраслевой принцип, если не хватает денежности от первичной организации, можно обратиться в вышестоящую организацию. В каждой первичной профсоюзной организации создан фонд помощи на основании определенной цели, на которую может работник претендовать. Ну, то есть нужно обосновать свой критерий нуждаемости, да, вот в этой помощи. Не просто, потому что есть такая возможность. Ну, заявление просто написать, прошу указать мне материальную помощь, тяжелое финансовое материальное положение. Я мало знаю людей, которые бы сказали, что у них не тяжелое материальное положение. То есть мы сегодня должны определить у каждой организации те тяжелые материальные положения, это и есть критерии. Нужно подтверждение. Нужно подтверждение. Документы. Документы, обращения, первичную профсоюзную организацию, копии квитанции по приобретению дорогостоящих препаратов, либо больничный лист с продолжительностью. Действительно, когда человек тратит большую сумму денег на лекарства или на здоровье своих близких, чтобы была такая возможность, это важно. Я думаю, что мы, председатели профсоюзных организаций, ориентируем о том, что индивидуально подходить к каждому конкретному случаю и использовать любую возможность для того, чтобы поддержать человека. Это действительно очень нужно сейчас. Каков порядок действий работника, если организация вовремя не выплачивает заработную плату? Ну, вот время от времени сталкиваются предприятия с такой ситуацией, не могут вовремя выплатить. Что делать работнику? Ну, первое, что определено в коллективном договоре конкретная дата, когда обязаны выплатить наниматель заработную плату работнику. Ну, и так в трудовом договоре и в контракте также обозначена дата, в которой должна быть выплачена заработная плата. Иного не дано. А что делать? Куда жаловаться? Можете написать обращение, либо позвонить в Гомельское областное объединение профсоюза, либо в департамент. И, конечно, наниматель обязан. Есть еще вопрос, когда должны выплатить отпускные? Ну, в соответствии с Трудовым кодексом Республики Беларусь, не позднее, чем за два дня. Ну, и право на отпуск после шести месяцев того, как человек отработал. После течения шести месяцев, после того, как работник отработал на любом предприятии. Еще интересуется, как должна оплачиваться сверхурочная работа. Где это узнать? Сверхурочная работа. Ну, опять-таки, предложу полную консультацию для того, чтобы знать профессию работника. Жанна Григорьевна, на этом мы вынуждены завершить. Благодарю вас за сегодняшний диалог. Спасибо. Это был диалог с заместителем председателя Гомельского областного объединения профсоюзов Жанной Гатальской. Спасибо вам за внимание. И до встречи через неделю. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин